good morning вьетнам и идущий на профит привет у тебя привет друзья дамы и господа рад вас всех видеть лайки подписчики колокольчики нажимаем 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 начинаем 7 август сентября сегодня давайте смотреть чего по битку наконец-то хоть какая-то динамика конечно ну ну чё такое 5 6 процентов вот тут у нас был на дне колебались мы 30 процентов покупатель был 30 процентов колебания сейчас что 5 процентов мужа рады полные штаны но все же хоть какая динамика хоть раз за эти там сколько 10 дней я проснулся и цена не 9 не 19 800 вот динамика есть что я делаю телеграм канале обозначил свою позицию бы зафиксировал у меня несколько шартов то есть который выше у меня на битме его я продолжаю держать часть зафиксировал на питание я большую часть зафиксировал потому что я там в пирамиде разгонял и так скажем чтобы зафиксировать большую часть до прибыли надо надо через не могу остатки буду держать просто буду держать дальше потому что не понятно откуда здесь покупатель может появиться до было у меня предположение что все-таки за руинит мне short и мы пойдем сначала тестироваться да и потом atl делать лой перебивать но сейчас пока похоже просто пойдем покупать или нету как нож масло идем есть вероятность что нам ну еще чуть протянуты устроят флэт около лоя да то есть там много лимитка соберется на пробой их будут возить дадут какой-то ложный вот и в принципе малой кровью отделаемся марлы кровью отделаются там лонгист кто-то там закупает покупает докупает прожимает но это глядя на биток глядя на эфириум конечно там вообще все архипечально я выкладывал фрактал да в принципе пока по нему ходим от уровня отбились надо смотреть снова как он будет проходить сопротивление до варианта 2 либо малый пробой на малый отбой и пробой либо сразу пробой вот глядя на эфире мне кажется все это не остановится просто так и переход на в пруфов стейк будет очень веселым ну разложил опять же тут эфир на составляющие очень идентичного хоть слуна такое ощущение как будто один и тот же мейкер работает на этом инструменте вот время в принципе есть еще оттолкнуться и протянуть вот то есть глядя на эфириум кажется что там будет полноценно пробиваться поэтому жду агрессивные шорты сократил консервативное держу добавить наверно больше нечего тут как раз всякие делаются конференции случайно реклама выпала блокчейн life я помню в предыдущую такую эту шляпу рынок падал прямо на конференции я только не помню по моему это вот чисто российская тема пять тысяч частников конечно мне кажется это вряд ли они наберут половину сейчас все до сих пор в обезьяннике сидит за автопробег но это жесть конечно тоже в стране просто чуваки решили покататься на машинах ну разогнать фома их просто ну это с одной стороны смешно с другой стороны грустно что просто за как за покатание машинка ну опять же не такая что большая конференция тут нормальных имен то нет вот тони вейс вот остальных предпринимать клава центра компетенции фильм россии интересных никого нету художник каллиграфию туристов зовут интересно интересно вообще никого не знаю крипто трейдеры шестилетним стажем слушать с 16 года у меня по сути тоже 6 лет тоже могу на этой конференции нажимать дожимать и прожимать вообще никого интереснее вообще никого не знаю одни трейдеры адвокаты вот адвокаты сейчас понадобится конечно это они не зря взяли трейдеры аналитики инфиди трейдеры неплохая гей-вечеринка будет основать агрегатор петупи обменника основать и петупи обменника короче ну ладно это не то вечеринка супер-пупер какая-то вечеринка была там тоже собирались в дубае что не помню 2000 восемнадцатом году и прямо там тоже фильм помню обсуждали и прямо на этой вечеринке дампнули все там наверно с веселыми лицами ходить но это российская типа шняга вот я бы только только на тони вейса бы посмотрел это я не знаю такие темы на дна бычки устраивать что не там соберутся у нас в чате веселее чем там будет мне кажется чем там пруфов стейк будет обсуждать ну кстати может они войсто и мы расскажет про щитки вот опять же обсуждению биткоина и альткоинов и сейчас искал дату начала пруфов стоит там вот это вот обновление забыл называется у эфириума и наткнулся на статью где там виталик бутерин одобрил обновление эфириум не одобрил ну то есть вообще решает один человек одобряет не до не одобряет ничего себе владимир владимирович от мира крипты и как вообще децентрализации может идти речь то есть развивается не рыночно как-то монополистически корпоративно то есть виталик то имеет монополистическую монополистическое информационное давление да то есть представьте что он будет против чего-то но естественно все эти скорее всего разработки свернут но это вообще не то о чем предполагалось в крипте так что мне очень больно за эфириум вообще за его будущее вся надежда только на bitcoin опять же многие говорят вот эфириум это молодая кровь биток уже там старые транзакции транзакции а вы знаете что на битке уже работают лайки транзакции который год об этом вообще мало кто говорит а по сути это расписки для которых не надо много мощностей блок блоков иметь а эфириум он маленький диктатор фигасе виталий говорит идите хотите воркать идите на фильм классе а еще под этого под эту жопу подстроился джастин сан он же хочет там ложится что-то вчера же мы читали пруф или пилипы вчера пруф-уф-верк хочет залистить или учат поучаствовать в листинге это короче история 2.0 как с этим дурачком bitcoin кэш и забыл как его зовут а это мошенник роджер вер точно роджер вер падла вот но это как бы по сути по сути это он был один из тех кто крашнул биток в восемнадцатом году короче он просто поучаствовал в распиле имиджа биткоина потому что очень много энтузиастов очень много денег начал вливаться в крипту роджер вер начал распускать вот это вот bitcoin ненадежный bitcoin не такой не секой мы сейчас сделаем улучшенную версию bitcoin кэш и все там началась гонка вооружения bitcoin кэш кто там еще был убийцы битката bitcoin gold что-то еще какие-то куча убийцы эфириума тоже появилась и ос и вот где они сейчас ты bitcoin кэш и у вас бронях вообще ничего не слышно все куски дерьма болтаются как говно в проруби и походу джастин сан решил то же самое сделать скорее всего bitcoin кэш то а это сета роджер верта заработал очень много денег на этой новости в моменте просто туда реально винт энтузиасты и в том числе я сэкономил то это все было в новинку то что реально непонятная штука что за форк такой а там проблема была когда вот этот атх происходит битка all time high когда очень много транзакций застревают ну я сам видел меня транзакции застревали тоже ну нифига себе а может действительно биток ну вообще просто эта технология настолько старая что сейчас придет на смену биток 2.0 ну то есть были такие мысли были такие мысли и на этом всем разогнал депозит этот роджер вер короче было весело это был 18 год беспощадный поэтому джастин сан подонок скорее всего захочет сделать то же самое воспользоваться временной слабостью эфириума залистить вот эти вот поучаствовать в листинге эфириум в или как он там называется собрать бабла сказать что это true эфириум в отличие от бутериума получить ликвидность и потом в принципе сейчас кстати идентично восемнадцатый год от мир крипты до сказать что эфириум ворк это самый-самый ну и control c control в ситуации наверное чё еще добавить вернемся к прогнозу когда такие пампухи устраивают на на смысла особо после пампа там либо лонговать либо шортить конечно бы хотелось бы открыть лонг но надо подождать надо подождать будет такой вы нас потом еще одна попытка вы нас здесь если будет вот формироваться что-то такое зажимчик можно с двумя треками так сюда и и как приду к предампу сделать вот так вот заход линжироваться потому что никто не застрахован от того что мы закрепимся еще потому что есть вероятность что все это зажимное скам да с просто с выходом ложным выходом вверх обычно ложный выход вверх он спрингом пин баром вот таким все таки нету такого пин бара поэтому есть шанс на продолжение пока так ну кстати опять же предположение то что понедельник вторник растем и понедельник мы не сильно-таки росли мы даже больше дам пились вторник закрепляемся среда хотя вчера вторник был и мы упали до того кик не сработал продолжаю думать что рынок максимально скушен блин дали бы процентов 10 до я бы еще может быть сейчас бы уже сидел веселый с блэк джеком и проститутками на конференции блокчейн лайф да кстати они блин прям на медвежке это все замутили у всех пацанов все пацаны докидывают ликвидность доливает маржу они конференции свои участвуют тут извините уж или лонг долить или на конференцию бежать в последних трусах ладно давайте почитаем так привет по твоим графику на эфире перехай был на восьмой день после первого закола после головы сейчас тоже восьмой день и перехай паттерн отрабатывает идеально но насчет кстати фракталов они же бесконечные то есть не бесконечная а могут быть сильно растянутого времени поэтому нет совпадение просто ну да хорошо отрабатывать если отрабатывает хорошо но это просто совпадение вместе перезимные скамы снятся как взял лайк хотят бувить биток ниже 10к гэмблер дружище твоя болтовня это самая вишенка канал продолжай дорогой а пока такой тяжелый рынок походу так и будет будем вечеринки обсуждать кто там кого объегорил в крипте как джастин сан открыл шорт по эфириуму ну если новости о том что джастин сан купил сколько там 20 тысяч фильмов и сколько и 13 тысяч фильмов по-любому в два раза больше поставил шорт еще бро с тобой залечил чат одного bitcoin адепта так там вообще в канале творится орут биток по 50к смотрит на графика там просится 10 12 кто ждет тот дождется все кто сейчас орет про 50 эти люди которые год назад утверждали просто без тока стука но я кстати не 100 ждал но 90 ждал ничего этом страшного нету вообще в ошибках ничего ничего плохого нету это игра же игра на бирже ты ошибаешься кто-то ошибается ты ошибаешься кто-то выигрывает кто-то проигрывает ты выигрываешь и не обязательно если ты проигрываешь кто-то про и кто-то выигрывает потому что возможно тот кто набирать набирает сейчас позицию очень долгосрочно, у него есть там долгие деньги, длинные деньги, ну, кредиты меньше, там, 2% в год, вот такие есть, через разные инструменты, и он, например, покупает по рынку, ты думаешь, что он проигрывает, он будет в минусах сидеть, но, вот, например, как взять того же Майкла Сейлора, он покупал биток и по 40, и по 50, многие считают его проигравшим, но, но, насколько я знаю, можете посмотреть Васе Тинькова интервью с женщиной, блин, забыл, как, с Goldman Sachs, что ли она, по-моему, если честно, не помню имя, фамилия, но интервью очень интересное, вот, у нее там она сказала, никто не заметил, наверное, но она сказала такую интересную строчку, многим фондам запрещается иметь количество кэша на балансе больше 10%, то есть они обязательно должны стоять в позициях, либо в ланге, либо в шарте, то есть им запрещается иметь кэш, потому что, ну, нахрена ты будешь сидеть с моим кэшем, то есть я инвестор, я тебе доверил кэш, и ты с ним сидишь, так я тоже так же мог сидеть с кэшем, ты должен управлять этими деньгами, вот, и компания микростратеги, наверняка, ну, тоже какие-то такие договоренности имеют, и много кэша нельзя иметь, но при этом они достаточно много покупали, брали кредит, покупали, перекредитовывались, и так далее, им, то есть они воспользовались дешевыми кредитами, в Америке же давали кредиты, там была низкая процентная ставка, и они, по сути, до поднятия ставок все эти кредиты взяли, и наверняка, ну, запрещается просто иметь, ну, денег набрали кредитов, да, запрещается, я просто не знаю, если честно, механизмы тоже, это вот мое просто предположение, возможно, все не так, кто-то более умный придет, разложит это как есть, но это я предполагаю, что сейлер, красавчик, воспользовался дешевыми кредитами, купил биткоин, даже несмотря на то, что это, ну, по крайне дорогим ценам, и вообще он красавчик, в общем и в целом, да, то есть я думаю, он просто лудик, ну, просто лупит по рынку, есть деньги, ну, наращивает позиции, лудоманит и так далее, но, на самом деле, вот, зная все это, зная же, как там у больших дяденек все происходит, и тетенек думает, что сейлер-то не такой уж и дурак, он на самом деле, в отличие от многих красавчик в этом всем плане, поэтому на рынке не обязательно тот, кто встает в минусовую позу, проигрывает, у сейлора есть длинные деньги, у сейлора есть маленький кредит, то есть есть кредит с маленьким процентом, обслуживание это практически ничего не стоит, просто бери и жди следующего булрана, поэтому в этом плане он крайне красавчик, молодец, поэтому там кто утверждает, что ждет там 50-100 тысяч долларов, может он не такой уже лох, если у него есть эти инструменты, но в большинстве случаев, как бы, чуваки открываются, закрываются там в рамках, да ладно, хоть недели или дня в рамках часа уже там кроется, а некоторые набирают такие спотовые позиции очень и крайне долгие, только лишь время расстать все на свои места и мы увидим купишь ли ты биткоин за 8 тысяч, похоже человек вообще не в курсе про мою стратегию, 50 раз говорил, что я не жду определенной цены, да, у меня есть предположение, что биткоин будет в районе 10 тысяч, но я жду не цену, я жду середину своего финального цикла, она уже вот-вот назревает, ну буквально она, буквально сейчас мой банк, мой фонд начнет покупки. Разум ли открывать шорт по эфиру, если в процессе после сделки притормозят, а при чем здесь фьючерсы и proof of stake, не знаю, при чем тут это все, раз уж на рынке все дохло, я просто умоляю тебя, пожалуйста, посмотри насчет шорта, лунг бьюст, луна бьюст, так, ну давай, глянем, лунг бьюст, а че, ну очевидно, что тут все уже произошло, а, произошло, у меня уж перевернута график, я не вижу тут ничего шортового, атхаза, атхаза, локальные, тут надо ждать какой-то формации, ну возможно, что-то такое ждать, да, и потом уже шорт, ну не знаю, что тебе подсказать, я не торгую, мне вот сейчас спрашивают, вот условно, график делает что-то вот такое вот, да, и мне спрашивают, а че здесь делать, че ожидаем, ребятишки, вверх пойдем или все-таки ниже, как думаете, валунг вставать или в шорт, а я откуда знаю, все, пошло, ну движение есть, есть, накопление, манипуляция, экспонента, да, вот условно, накопление, манипуляция, ну, тут блок еще один, но я бы все-таки вот это вот брал за манипуляцию, аккумуляция, манипуляция, экспонента, вот, брать надо, либо на манипуляции, либо здесь вот набираться, да, просто от нижней границы все ловить, и какой-то очень низкий стоп сделать, чтобы манипуляция не выше была, либо на манипуляции взять, но не как на экспоненте, когда уже все пошло, ну как, ну блин, ну е-мое, вот, ну то есть то же самое, то есть, как минимум, надо ждать реаккумулят, реаккумулят, либо манипуляция еще одна экспонента, либо манипуляция и экспонента вниз, то есть, ну, мне сложно что-то сказать именно на экспоненте, надо, ну, вы поняли, короче, мою логику, что тут объяснять. Так, вообще, миллион битков лучше на жестком диске хранить, интересно, на нескольких дисков, ну, наверное, это не нам думать, как там лучше миллион битков хранить. Что там за дичь доминация битка, это типа хомяки дном пальцам откупают или что? Спасибо за обзоры. Вообще, хомяки откупают, лонгисты, шортисты, мы это обсуждать вообще не будем. Доминация битка это вообще синтетический график. Причем здесь лонгисты? Просан СПС поржал. Привет, оцени, пожалуйста, своим профессиональным взглядом в ворону. А что такое ворона? Что думаешь по поводу шорта? Блин, какой-то специфический жирганизм. К сожалению, уточни, пожалуйста, не понимаю. То, что Джастин Сан купил эфирм за 33 ляма, но это херня полная. Почему полная? Он действительно может купил за 33 ляма. Там же транзакции его видят, да? Но он же понимает, что его транзакции видят. Он при этом встает против. Вот. Так. Кэп. Смотри, пожалуйста, любезис монетку ICP. Очень нужно твое мнение. Засел на нее не по-детски. Like Avancen. ICP вообще жесть. Там фьючи, по-моему. Не знаю. Не отключили еще фьючи? Что-то слышал. Фьючерсы отключат. Ну, хотя бы что-то похожее. Зажимной скам. Хотя нет. Тут перебой. Бывают такие манипулятивные перебои. Все-таки, наверное, хотелось бы что-то вот такое увидеть. Зажимной скам, да? И потом вот такой вот приход. Еще одну попытку. Вот что-то такое, наверное, я бы ожидал. Ну, опять же, вот здесь вот бесполезно рисовать когда дно. Ну, если чисто так. По фибик посмотреть. Ну, по 2,5 можно где-то приобрести. 3, 3, 2,5. Было бы интересно. Покупочку сделать. Но это прямо очень агрессивно. Слишком агрессивно. Я бы, наверное, даже 2,5 не ждал бы. Честно, не могу сказать. Но вижу как-то вот так. Даже, наверное, первая там будет манипуляция. Да, и только через очень продолжительное время действительно настоящий выход. Ну, как-то так. Дорогой, скажи, пожалуйста, по Мосбирже 4. Зажимок на отнявке? О, вот это уже поинтереснее. Да, там, кстати, по фосагре, по-моему... Ой, форьюз до сих пор было интересно. Да-да-да-да-да. Вижу даже себе зажимчик нарисовал. Был ложный выход, очень красивый. Зажим, зажим, зажим. Я тоже о нем думал. Думаю, что разворотка уже близко. Причем этот зажим, думаю, будет не манипулятивным. Потому что вот, манипулятивный зажим. То есть вот, условно, нижние границы. Ну, вот это условно можно считать. Манипуляционным выходом. Дальше отлавливать. Но опять же, гэп мы вряд ли, наверное, уже перебьем. Тут было глобальное закрытие гэпа. Очень интересно. На очень большом тайминге. Вот. Мы закрыли этот гэп. Очень интересно, кстати. Вот. И там, кстати, фьючи, по-моему, на пшеницу уже падают. Да, понятно, что. На чем расти дальше. По фосагре очень сложно сказать. Ну, у меня вообще предположение, как бы, фосагру со скамит очень не люто. Где-то вот, наверное, вот куда-нибудь в этот блок. Но это прям слишком амбициозно. У меня, кстати, была где-то идея. Идея. Но там выше дали. Короче, взял достаточно известную компанию удобрений в США, да? И просто инфляции. Показал, что пик инфляции. На пике инфляции достаточно дорого удобрения стоит. Все-таки у нас, я думаю, что тоже очень жесткая инфляция. И удобрение будет удешевляться. Единственное, в чем я ошибся, наверное, это в том, что еще одна, вот, ну, еще один экспонентный рост. Я все-таки думал, что он на фосагре закончен. Дальше охлаждение рынка. Просто, блин, российский рынок, была бы эта американская акция, я бы, наверное, точно встал в шорт. Наши эти манипуляторы, блядские просто, крутят, вертят, как хотят. Эти постоянные остановки рынка, сквизы, блин, просто уроды, инсайдеры, суки, твари. Ладно, на этой веселой ноте, очень интересной, закончим этот великолепный обзор. Досталось всем. И фосагре, и российскому рынку, и блокчейн этих конференций, Виталику. Просто, как бабки, сидим на лавке, вот это вот проститутка. А вот это недокрутка. Вот это лангист-наркоман. Ладно, ну хотя бы весело время провели на таком грустном рынке. Хотя, что грустно, 6% дали, хоть какая-то динамика. Было интересно, лайки, подписочки, донатики, поцелуйчики, все присылайте по ссылочкам в описании. До новых встреч, да пребудет с вами прибыль. Пока-пока.